Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел прием граждан. На 25-й год от меня визу я сейчас вам здесь наложу. В Центральной библиотеке открылась выставка картин Валерии Вахониной. Мы не умеем ни читать, ни писать, а вот красками у нее получается. Сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге. Светозвращающие элементы могут быть в виде браслетов, брелоков. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел прием граждан. Во встрече с жителями муниципалитета также приняли участие заместители главы. С какими вопросами и просьбами обратились люди к руководству округа, узнал Максим Козлов. Люди, приходящие на прием к главе Ленинского округа Станиславу Катарову, часто являются активистами, представляющими интересы большого количества граждан. Евгений Елизаров, Надежда Шибалкина и Александр Кислица пришли от имени жителей поселка Измайлова с вопросом о восстановлении местного сквера. И даже видео принесли с новостным сюжетом, который вышел на одном из центральных каналов. Один небольшой кусок земли, на котором стоит мемориал односельчанам, погибшим в Великую Отечественную и памятный крест. Теперь бойцы в окружении. С одной стороны ларек, с другой забор. Жители не спросили, никакого общественного обсуждения не было. Его так вот загородили все. Глава округа дал распоряжение заместителям, курирующим данные вопросы, освободить землю от заезжих делецов и лично заверил граждан, что уже в следующем году излюбленное место отдыха жителей поселка вернут в первозданный вид. В генплане отразить, что это сквер, максимально жесткую зону наложить, чтобы ни у кого больше поползновений на это не было. Понимаете, да? Значит, на 25-й год от меня визу я сейчас вам здесь наложу. Еще одни посетители также представляют довольно внушительный коллектив, почти в тысячу человек. Жители села Булатниково Ольга Шишмолкина, Лариса Хижняк и Сергей Волощук пришли на прием к Станиславу Катрову с жалобой. Несмотря на то, что у них построили сеть водоснабжения, подключиться к ней нельзя. Глава округа тут же связался с руководителем проекта и уточнил детали, после чего попросил жителей постоянно информировать его о том, как решается вопрос. Уже, в принципе, все, гидравлику выполнили, можно подключаться. Все, хорошо, завтра тогда доедете туда. Ну, сейчас, в принципе, коллеги у меня здесь, мы сейчас тоже объясним с Татьяной Николаевной. Ладно, спасибо. Хасан Назирович подтвердил, значит, все, говорит, гидравлические испытания провели. Давайте мы с вами договоримся следующим образом. Вы сейчас через портал подаете документы, а мы вас подключаем к водичке. Ладно? Александр и Любовь Забавновы пришли на прием к главе округа с личным вопросом. У них закончилась аренда места под гараж, который необходим для ребенка-инвалида. Сейчас продлить аренду нельзя, так как строение официально не зарегистрировано. Станислав Катров заверил пришедших, что после оформления ими всех необходимых бумаг администрация обязательно заключит новый договор аренды. Можете через суд взять его и узаконить. Дальше, соответственно, мы тогда, если вы узаконите на объект, мы, соответственно, земля следует за объектом, заключим с нами договор аренды. Ну, в течение лета мы, да, до зимы управимся. Договорились. Руководство округа, глава муниципалитета Станислав Катров, его заместители и руководители профильных отделов проводят подобные приемы на постоянной основе. Записаться на них можно на сайте администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В поселке Петровское состоялся прием населения в формате выездной администрации. Навстречу были приглашены жители населенных пунктов территориального отдела Горки Ленинские, которые смогли задать волнующие вопросы представителям профильных служб и управлений муниципалитета, а также главе округа. Более подробно в сюжете Натальи Буслаевой. Фойе досугого центра «Юность» поселка Петровское оживленно, как перед концертом или спектаклем. Но в этот раз жители пришли на прием к представителям администрации округа задать интересующие их вопросы. Встреча с населением в формате выездной администрации в территориальном отделе Горки Ленинские прошла впервые. У нас 9 населенных пунктов находятся в нашем отделе. И в каждом населенном пункте есть какая-то проблема. Где-то это водопровод, где-то это отсутствие канализации, где-то это содержание дорог или жилого фонда, работа участковых. Начальник терротдела Светлана Литвинова отметила, что для местных жителей это большое событие и прекрасная возможность получить разъяснение по многим волнующим темам. После приема начальника в управлении службы с жителями пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Много вопросов поступило от жителей ЖК «Май». Рядом с нами практически, вот, забор в заборах, огромная промзона, вот, где даже на всякий случай. Где-то второй мы как раз. Да, вот. И там, в этой промзоне, неизвестно что, там сейчас арендатор, субарендаторы. Нас постоянно травят, там постоянно что-то жгут. Выездная служба экологии к нам приезжает именно тогда, когда ничего не жгут. Это бывает крайне редко. Вот, то есть нам сказали, что это порубочные остатки, хотя мы периодически чувствуем запах и проводов, и мусора. Буквально на той неделе я встречался с милицарами, владельцами территории этого тройка застройщика, которые планируют как раз застраивать вот этот кусочек продолжения вашего комплекса на ЖК «Май-2». Они уже подали концепцию на согласование правительства Московской области. Концепция уже есть, я ее также уже видел. Мы концепцию также согласовали. Наш ЖК молодой, и в нем проживает огромное количество детей и молодых семей. При застройке ЖК, к сожалению, у детей нашего ЖК отсутствует полномасштабное спортивное поле, где они могли бы играть. Человек или он появится, который будет вести секции, например, футбол или еще что-то. У вас же конкретно, наверное, что-то интересует, правильно? Футбол, может быть, хоккей, может быть, еще что-то, может быть, спортивным тренажером заниматься. Соответственно, какой-то человек, кто будет ответственный за нахождение там детей, потому что у нас часто такие вопросы возникают, и, может быть, в таких рамках. Тогда вам поручение продумать и хорошо рассмотреть на правдору. Татьяну Денисову, старосту деревни Пуговичина, волновал вопрос о замене детской площадки. Изучите, пожалуйста, возможность выделить деньги. Я вам писала письмо, вы мне давали ответ на детскую площадку. У нас она в крайне аварийном состоянии. В прошлом году два ребенка получили травмы. У нас тоже много молодых, много детей в деревне. В этом году родилось много детей. Детей вообще много. У меня у каждого внука. Мы ходим на детскую площадку, чтобы нам в этом году заменить детскую площадку. Мы точно в систему взяли вашу площадку в работу, внесем ее в список. И на следующий год будем планировать ее модернизацию, а может быть, полную замену. Во время встречи Станислав Катаров, а также его заместители и руководители структурных подразделений ответили на многие вопросы. Некоторые обращения были взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Местное отделение Союза Женщины России организовало в Центральной библиотеке выставку картин Валерии Вахониной под названием «Мир красок и света Валерии». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Астаферова. Валерия Вахонина родилась 10 сентября 2002 года. Она с детства прикована к инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Несмотря на это, Лера нашла свое призвание в жизни. Уже три года она занимается рисованием в творческой мастерской «Стрекоза» во Дворце культуры «Видное» под руководством педагога Елены Климашиной. А не надо детей этих особенных выделять из особенных. С ними надо работать точно так же, как с обыкновенными детьми. Единственное, чуть больше терпения и чуть больше любви, чем обычно. И тогда все получится. Постепенно мелкими мазками неловкие движения становились более уверенными и появились первые достойные работы. За все время их накопилось немало, и поэтому было решено организовать первую персональную выставку картин Валерии Вахониной. В этом ей помогла Центральная библиотека и местное отделение Союза Женщин России. Это популяризация творчества женщин. Это одна из главнейших задач Союза Женщин России. Каждое достижение дочери для мамы Натальи Васильевны – большая гордость. Потому что на картинах Валерии не просто ромашки, маки или сирень. Каждая работа – это очередная победа, ведь рисование Рере дается непросто. Мы не ожидали, мы даже никогда не думали, потому что она лежачий практически ребенок. А тут, сидя, трясущейся левой рукой, стримером, мы не умеем ни читать, ни писать, а вот красками у нее получается. Главной героине вручили цветы, подарки и благодарственные письма. А участники инклюзивной студии творческого развития «Колорит» скрасили открытие выставки музыкальным номером. Все, мои тревоги и мечты, это все, это все ты. В конце мероприятия на двери центральной библиотеки появилась наклейка со знаком «Инклюзивное гостеприимство». Такой знак вручает учреждениям, которые отвечают стандартам обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В преддверии летних каникул сотрудники госавтоинспекции посещают образовательные учреждения, чтобы напомнить ребятам о безопасности дорожного движения. Подробнее расскажет Олеся Мордвинова. Остался последний учебный месяц, и все школьники отправятся на каникулы. Поэтому инспекторы проводят дополнительные беседы о поведении на дороге и тротуарах. Снег растаял, наши юные участники пересели на велосипеды, самокаты, электросамокаты. Поэтому мы хотим сегодня еще раз напомнить им о правилах безопасного поведения на таком транспорте. Юные инспекторы дорожного движения демонстрируют важные знаки, моделируют сложные ситуации и показывают пути их решения. А инспекторы ГИБДД помогают им. И может быть кто-то из моих помощников, увидев нарушителя, может сказать, остановись, подожди, видишь опасность. Средства индивидуальной мобильности – это электросамокаты, моноколеса, гироскутеры – набирают популярность, особенно среди школьников. Однако несоблюдение правил дорожного движения приводит к травмам и несчастным случаям. Сейчас очень много разных происшествий происходит, потому что сталкиваются большие самокаты, и некоторые не соблюдают правила. Важно использовать защитную экипировку, спешиваться перед пешеходным переходом, не пользоваться наушниками и не превышать допустимую скорость. Не менее важно использование световозвращающих элементов в темное время суток. Световозвращающие элементы могут быть в виде браслетов, брелоков. Соответственно, используются они для того, чтобы водитель в темное время суток видел нашего пешехода, который, как правило, находится в темной одежде. Все участники дорожного движения ответственны за общую безопасную ситуацию на дороге. И задача своим поведением на дороге – способствовать безопасности, а не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Соавтора счастья. Так называется проект семейного психолога Виктории Кис. Она выступает с мастер-классами, лекциями и семинарами. В рамках года семьи она провела встречу с читательницами библиотеки ЖК «Пригород-Лесное». В библиотеке жилого комплекса «Пригород-Лесное» прошла интерактивная лекция психолога Виктории Кис на тему семейного счастья. Посетившие мероприятия молодые женщины смогли узнать, как создать комфортную атмосферу для воспитания детей. Наше мероприятие посвящено теме детско-родительских отношений. Вообще «Савторы счастья» – это проект, который направлен на повышение уровня детского счастья. И также он объединяет родителей и специалистов, которые работают с детьми, с детской и семейной аудиторией. Автор курса – семейный консультант Виктория Кис. Она написала книгу «Савторы счастья», где раскрываются секреты гармоничных семейных взаимоотношений, развитие творческих способностей у ребёнка и повышение уровня счастья. Сегодня мы будем говорить о том, почему дети закрываются. И самое главное, как родитель может наладить доверительные отношения с ребёнком и понять, что происходит у него в голове и душе. Виктория быстро нашла общий язык с собравшимися и смогла заинтересовать их темой лекции. В формате диалога они разбирали примеры из жизни, а также рассматривали причины тех или иных проблем. Я, пообщавшись уже с Викторией Кис, поняла, что это прекрасный психолог, которому стоит доверять, и, конечно, я познакомлюсь с её творчеством поближе. В библиотеках округа регулярно проходит множество мероприятий, интересных широкому кругу читателей. Эта встреча состоялась в рамках «Года семьи в России». У нас очень много мероприятий для детей – это спектакли, очень много кружков, мастер-классов. Проводим также и участвуем во всяких всероссийских акциях. Встреча продлилась больше часа. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В день похвалы Пресвятой Богородицы архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провёл божественную литургию в Успенском храме города Видное. На торжественном богослужении в Успенском храме возносились молитвы и песнопения Богу. Повсюду ощущалась атмосфера благости и добра. По традиции, в день похвалы Пресвятой Богородицы священнослужители надевают голубые облачения. Этот цвет символизирует Царицу Небесную. В преддверии праздника Пасхи архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий вручил богослужебные иерархические награды для священников Умитновского благочения. Право ношения на перстного креста Ирей Георгий Балановский, настоятель храма Ксении Блаженной деревни Слобода Ленинского городского округа. Аксиос! Также в этот день состоялся дебют у юных журналистов из молодёжного медиа-центра. Они взяли интервью у архиепископа Аксия для своего первого репортажа. Очень сильно волнуемся, потому что никогда этим не занимались. Очень интересно было попробовать, узнать, как праздник происходит, людей поспрашивать. И первый раз в своей жизни написать в этих газетах. Ребята занимаются в рамках проекта «Открытые двери», который призван познакомить современную молодёжь с церковью и дать хорошие жизненные ориентиры. Без Бога и смысла жизни-то нет. Вот задача священнослужителей, всех нас, открыть перед нашей молодёжью новые смыслы жизни. Может быть, где-то их обнаружить, что-то новое им передать, от опыта, от знаний. Ну и, конечно же, и у них чему-то поучиться. Поэтому этот процесс такой взаимообразный. Двери церкви открыты для всех. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова